Всем привет! Это дядя Паша. Вы смотрите Fusion 365. Сегодня у нас опять Monthly Challenge. Это сентябрь 2017 года. И здесь вот такая интересная деталюшка. Есть все размеры. Единственное, нужно сделать два предположения. Во-первых, мы предполагаем, что паз здесь вот внизу, он параллелен горизонтальной плоскости, ну потому что у нас нет других данных. И также мы предполагаем, что горизонтальной плоскости параллельна верхняя грань вот этого элемента. Опять же, потому что у нас нет других данных. Все остальное у нас есть. Итак, начнем. Начнем мы с эскизирования вот этой плоскости для того, чтобы сделать базовую заготовку и нижний паз при помощи одной операции Extrude. Мне кажется, это логично. По поводу единицы измерения предполагаем, что все это миллиметры. Мне кажется, это разумно вполне. Итак, размеры 85, 45, здесь 12, 15 и 12. Ну вот так и сделаем. Я сделаю так же, как и сделал бы это в любом другом случае. Я сначала отрисую некую базовую форму, которая должна быть примерно похожа на то, что мы получаем в конце. И затем добавлю необходимые размеры. Fusion автоматически делает следующее. Он добавляет зависимости. Первый отрезок получает зависимость вертикальность, а все остальные строятся перпендикулярно к предыдущему. Это, в принципе, имеет смысл. Теперь добавляем размеры. Я пробовал рисовать то же самое, но по-другому. Добавляя размер к каждому отрезку. Получается долго и неудобно. Поэтому мой выбор вот такой. У меня даже сразу размер уже правильный. Вот это вот мастерство. Так, 85, 45, здесь, тут тоже. Ну что вы, ничего себе, красота какая. Здесь у нас 15, вот тут вот. Так, и по 12 здесь. Почему у нас здесь синенькая, кто скажет? Правильно, потому что вот эта нога у нас не привязана ни к чему. Мы можем сделать ее коллинеарной, вот этому отрезку. Вот, на этом все. Закончили. Выдавливаем на 60 миллиметров. Экструд. 60. Так, а дальше интересное. Я планирую сделать вспомогательную плоскость, чтобы отсечь верхнюю часть заготовки. Для того, чтобы эту вспомогательную плоскость провести, мне нужно два отрезка, которые будут лежать вот на задних гранях под нужным углом. Ну, сейчас мы это и сделаем. 15 градусов здесь и 30 здесь. Создаю эскиз на задней грани, проецирую сюда три отрезка. У вас, если вы ничего не трогали, настройки по умолчанию, они уже будут спроецированы, когда вы строите эскиз на задней грани. По умолчанию во Fusion есть настройка, которая проецирует все очертания этой грани сразу вам в эскиз. Я эту настройку отключил, потому что мне она по умолчанию мешает. Теперь строим отрезок из угла и привязываем его вот к этой грани. Все, что нам осталось, это задать угол. 15 градусов. Даже все почернело. Красота. Теперь сделаем еще один такой же эскиз на этой грани. Точно так же проецируем три отрезка. Нет, это не то. Так, вот это. И опять строим линию. Когда мы начинаем из угла, Fusion автоматически создает зависимость коинцидент с вот этой точкой. А здесь, когда мы заканчиваем отрезок на отрезке с проецированным, Fusion тоже добавляет зависимость коинцидент. То есть мы получили отрезок, один конец которого лежит в углу, а второй прилеплен вот к этой спроецированной линии. Дальше. Dimension. Здесь у нас 30 градусов. Все. У меня есть два отрезка, которые лежат так, как нужно. И через эти два отрезка я могу провести вспомогательную плоскость. Plane through two edges. Так это называется. Я указываю два отрезка. Окей. Получаю вспомогательную плоскость. Дальше я делаю Split Body. И разделяю тело при помощи вспомогательной плоскости. То есть, грубо говоря, отрезаю верхушку эту. У меня получается два тела, и верхняя мне уже не нужна. Вспомогательная плоскость мне не нужна, и все эти эскизы мне тоже не нужны. Я их спрячу. Вот. Теперь мы получили вот такую штуку. Что дальше? Дальше нам необходимо нарисовать нечто. Оно здесь, ну, непонятно что. Это прямоугольник, либо просто какая-то четырехугольная фигура. У нас есть размеры. Очевидно, все размеры указаны в плоскости, вот в этой новообразованной. И, судя по всему, все стороны этой фигуры должны быть параллельны вот этим сторонам грани, которые мы только что получили путем отрезания. Ну, давайте так и сделаем. Создаем эскиз вот на этой грани, такой кривенькой, косенькой. Ректангл нам здесь не поможет, потому что это не прямоугольник, как вы видите. Нам поможет просто инструмент Line. Постараемся строить так, чтобы Fusion не навесил нам никаких зависимостей лишних, либо зажимаем клавишу Ctrl. При зажатом Ctrl ничего не происходит. Никаких зависимостей Fusion не навешивает нам. Автоматически. Вот мы получили такую штуку. Сейчас мы еще спроецируем сюда все, что нам нужно. Эту грань спроецируем. Окей. И зададим параллельность всех сторон вот этих сторонам граней. И сделаем эти стороны также параллельно, попарно. Так, дальше размеры. 18, 18. Здесь и 30, 21. 18, 18, здесь 30 и 21. Как вы видите, полученный эскиз немного отличается от того, что у нас здесь в референсном изображении. Ну, что поделать. Мы делали все по размерам, поэтому так тому и быть. Что дальше? Дальше нам нужно выдавить вот этот полученный контур. Причем, что сложно, нам нужно выдавить его в направлении перпендикулярном горизонтальной плоскости. Если мы просто сейчас сделаем экструд, вот здесь, то направление выдавливания будет перпендикулярно эскизной плоскости. Эскиз у нас лежит вот здесь. Это не то, что нам нужно. Поэтому cancel. Я предлагаю сделать так. Я предлагаю сделать вспомогательную плоскость, которая будет параллельно горизонтальной плоскости, и уже от нее производить выдавливание. Причем, единственное, что у нас есть, это вот есть 15 миллиметров от вот этой точки. Значит, вот эту точку мы и возьмем в качестве базовой для размещения эскизной плоскости. Делается это следующим способом. В меню Construct, в меню, где мы создаем вспомогательную геометрию, почему-то нет инструмента, который позволил бы нам провести вспомогательную плоскость через определенную точку, и чтобы эта плоскость была параллельна чему-то еще. Из курса стереометрии мы понимаем, да и просто из физического смысла, мы понимаем, что такую плоскость провести можно. Математически она легко строится. То есть плоскость параллельная чему-то и проходящая через определенную точку. Но во Fusion такого инструмента нет. Если вы, как и я, считаете, что это неправильно, то в описании к видео будет ссылка на IdeaStation, где уже люди разместили соответствующий запрос. Он уже набрал 71 голос на момент записи этого видео. Там и мой голос есть. И эта функция добавлена в список Future Consideration, но это было сделано еще в 2015 году. Поэтому если вы хотите ускорить появление этой функции, то добавьте туда еще и свой голос. Сейчас необходимую нам вещь мы сделаем в два шага. Таким костыльным способом. Сначала мы построим ось, проходящую перпендикулярно Face at Point. Это очень интересная и гибкая штука. Ось, которая будет перпендикулярна вот этой грани. По-хорошему нам нужно взять, конечно, Origin, но у нас тут все параллельно перпендикулярно. Поэтому я возьму вот эту грань и укажу вот эту точку. Строится вспомогательная ось, которая проходит через указанную точку перпендикулярно к указанной грани, либо плоскости. Затем я беру Plane at Angle и указываю вот эту ось, как базовую, через которую должна проходить вспомогательная плоскость. По умолчанию эта плоскость располагается горизонтально, то есть я решил изначально поставленную задачу. Эта вспомогательная плоскость проходит через нужную точку, и она параллельно горизонтальной плоскости. Так, пам-пам-пам-пам-пам, это нам все уже не нужно. Так, этот эскиз нам не нужен, ось нам не нужна. Так, почему не нужен? Куда спрятался? Вот, нет, этот эскиз нам нужен. Мы создаем эскиз на вот этой плоскости. Давайте проецируем сюда линии, которые получили при построении предыдущего эскиза. Стоп скетч. И затем Extrude. Extrude вот этого. Теперь уже направление выдавливания вы видите перпендикулярно эскизной плоскости. То, что нам и нужно. 15 мм. Давайте Direction to Sides поставим. Наверх 15. Операция Join. А вниз, ну, вниз, ну, пусть это будет All. Прямо до конца он доходит, вот до этой грани. Ну, и там все съедается внутри. Эскизы выключаем. И любуемся на полученную нами конструкцию. Поздравляю, мы с вами сделали сентябрьский Monthly Challenge. В сентябре 2017 года, конечно. Мы не забегаем вперед. Спасибо за просмотр. Если что-то было полезно, то не стесняйтесь поставить лайк и написать в комментарии, что вам было полезно. Если что-то непонятно, опять же, пишите в комментариях. Из ваших комментариев рождаются новые выпуски, которые полезны как вам, так и другим подписчикам канала Дяди Паша. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok